212 680 судебных дел. Это только за 22-й год. Но это не значит, что жители Мордовии стали чаще судиться. Цифры примерно соответствуют позапрошлому году. Но вот структура дела изменилась. Стало меньше ковидных разбирательств. Административки за маски и перчатки сошли на нет вместе с пандемией. А еще жители Мордовии стали чуть реже разводиться и реже подавать иски на взыскание алиментов, говорит председатель Верховного Суда Республики. По делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, преобладали требования о взыскании обязательных платежей и санкций, что составило 85% дел от всех рассмотренных. Значительную долю административных разбирательств оттянули на себя нарушители правил дорожного движения. За год к административной ответственности по суду привлечены больше 7 тысяч водителей. Больше стало процессов в судах по пьяным ДТП, сообщил председатель Верховного Суда Республики. В 22-м судья Мордовии впервые принял решение продать машину пьяного водителя с аукциона, а деньги перечислить в доход государства. Но в целом статистика не внушает оптимизма. Нетрезвых водителей штрафуют, лишают прав, машины продают, но меньше их не становится. Интересно отметить, что за нарушение правил дорожного движения, предусмотренного статьей 12.15 часть 4 КУАП РФ, это так называемый выезд на встречную полосу движения, увеличение произошло на 39%. Только судебных штрафов нарушители правил дорожного движения в 22-м году заплатили больше 135 миллионов рублей. И большая нагрузка на судей сложилась в Ленинском суде Саранска, а еще в Розаевке и Зубовой Поляне. Тяжело пришлось и мировым судьям, признает Валерий Кияйкин, хотя в их службе появилось что-то хорошее. Районные суды начали переезжать в новые помещения или капитально отремонтированные. Однако до сих пор многие из них работают в приспособленных помещениях, особенно в небольших районах Мордовии. Председатель правительства региона Дмитрий Позняков признался, что о проблеме знает и очень постарается добиться судейского новоселья и в других районах. Юлия Парунова, Евгений Фролкин. Наши новости.